Москва. Величественная и многоликая, старинная и вечно молодая. Это сердце России, бьющееся миллионами разных ритмов. Неважно, чужий странец ты или живешь тут с рождения, ты не сможешь не влюбиться в этот город. Ведь с каждым днем он обновляется и хорошеет, сохраняя при этом красоту веков. Москва – город миллиона маршрутов. Мы расскажем вам о самых живописных, неожиданных и комфортных из них. Всем привет! Меня зовут Тимур Султанов и это программа «Маршруты Москвы». И сегодня мы начинаем нашу прогулку со Старого Арбата, одной из самых уютных, творческих и длинных пешеходных улиц российской столицы. Трудно себе представить, но ведь 35 лет назад здесь было двустороннее автомобильное движение, а пешеходы ютились на узких тротуарах по краям. Сегодня доступ для железных коней на Старый Арбат закрыт, но здесь, поверьте, есть на что посмотреть. Вокруг просто невероятная концентрация театров и творческих учебных заведений. А параллельно Старому раскинулся новый Арбат с его проезжей частью, широкими тротуарами и высотками-книжками. Также неподалеку отсюда шумная Тверская и окружающие ее тихие жилые улочки. Как всегда, я выбрал самые интересные места и проложил через них маршрут. Готов вам все показать. Арбат можно назвать одной из самых древних улиц Москвы. Первое упоминание о нем относится еще к эпохе правления Ивана Грозного. В свое время на улице успели пожить или как минимум побывать такие гении русской литературы, как Пушкин, Гоголь, Чехов и Толстой. Арбат всегда был местом притяжения творческих людей. Ну а компанию мне сегодня составить один из мэтров отечественных театра и кино. Замечательный актер и очень островный человек Владимир Долинский. Владимир Абрамович, здравствуйте. Мы с вами встретились, мне кажется, в не случайном месте. Театр Вахтангова. Знаменитый сапожок Потеретьево. Говорят, удачу приносит. Евгений Багратионович, это наше все для щукинцев. Вот моя жизнь, вот если так, в процентном отношении, вот она, наверное, на 75% принадлежит и связана с именем Вахтангова. Театр Вахтангова. Это место моей первой прописки. Владимир Долинский – заслуженный артист России. Обрел всесоюзную славу, снимаясь в популярной телепередаче «Кабачок 13 стульев». Сыграл более чем в 100 фильмах и телесериалах. Окончил знаменитое щукинское театральное училище. Театр же Вахтангова оставил в нашем герое незабываемые детские воспоминания. Меня приносили вот такого вот, завернутого в пеленочке. У меня здесь тетушка Марья Ивановна Ефимова, кока моя, мамина сестра. Она была душой театра во многом. Вот с черного хода, не с черного, с актерского входа. Она впускала моих папа с мамой на спектакли. А меня деть некуда было. И вот они приходили, и в кабинете директора меня клали на кожаный диванчик. Мамка кормила грудью, да, и шли на спектакль, смотреть спектакль. А в антракте мама приходила, брала, кормила грудью, меняла пеленочки и вытирала диванчик, который был прописан мною. Первая прописка, первая прописка. Первая моя прописка. У нас сегодня невероятно интересный маршрут. У меня сердце замирает от арбата. Давайте поотрем на удачу. У нас по-другому. Спасибо, Евгений Багратионович. Поскольку Щука, родное театральное училище нашего героя, всего в двух шагах от арбата, Владимир со своими однокурсниками часто проводил на этой улице свое свободное время. Был один светлый день раз в месяц в театральном училище. Это когда мы получали стипендию. 28 рублей была стипендия. И мы шли сюда. Вот мы шли. Вот здесь, в этом здании, была шашлычная рионе. И мы шли сюда, где по рубль 10 были шашлыки. Просто шашлыки. А по рубль 50 были на косточке. Корейка на косточке. Были металлические тарелочки вот такие. Там было четверть луковки постругано. Пять-шесть маленьких кусочков мяса вот таких лежали. И много томатного соуса. И мы макали хлеб. Хлеба было вдоволь, сколько хочешь. Мы хлеб макали в томатный соус. Ели. Занюхивали мясом этим чудесным, как нам казалось. Мы поедали каждую жилочку. Поедали. Съедали это. Это был рай. И запивали. Мы приносили с собой. Поскольку там мы приносили с собой бутылочку вина. И под столом мы разливали стаканчики. И так. Выпивали воровата. Это были именины сердца. Разврат желудка. А я вообще жил, я родился. Я родился на улице Воровского. Вот здесь вот, нелелико. Там проходила по Арбату, вот здесь вот, проходила правительственная трасса. И говорят, что здесь не говорят, а точно, что иногда проезжал Иосиф Виссарионович Сталин. С 30-х по 50-е годы прошлого века Арбат был государственной трассой, по которой Иосиф Сталин ездил в Кремль со своим кортежем. И разумеется, улица была объектом пристального внимания НКВД. По ней круглосуточно ходили агенты в штатском и выискивали вредительские элементы, которые, по их мнению, могли бы покуситься на жизнь вождя народов. И однажды под их горячую руку совершенно неожиданно попал и наш герой. Мы с папой, вот это засело у меня, мы с папой зашли в нашем доме, на самом углу была аптека. И мы пришли туда и купили две бутылочки боржоми. И папа говорит, ой, ой, смотри, это Сталин едет, Сталин. И я так вперед выставил, и с этими двумя, и вдруг меня вот так вот два человека хватают вот так вот за руки. Вот так вот, папа, что это отца хватает? Это топтуны, которые были, а вдруг это с горючей смесью. Короче говоря, нас за угол, что-то там отцу говорили, я плачу, боржоми этот, конечно, отняли. И вот я... Выпили боржоми, забрали. Вот тебе, вот тебе... Владимир Абрамович, вы, наверное, волшебник, потому что вот мы стоим, да, вот мармеладом торгуют, а пахнет шашлыками почему-то. Ага, точно. Пойдемте, а то нам аппетит, мне кажется, сейчас нагонят, не сможем работать. Между Старым и Новым Арбатом расположились корпуса легендарной щуки. Сегодня Театрального института имени Щукина. Это учебное заведение окончили такие мэтры отечественного кино, как Андрей Миронов, Наталья Варлей, Василий Ливанов и наш сегодняшний герой Владимир Долинский. Ваш альмаматор. Когда в последний раз были? В последний раз я был здесь, наверное, лет 6-7. вот на дне рождения училища. Много историй связано с Щукой? Жизнь связана с этим. Расскажите какую-нибудь, которая первая на ум пришла. Ой, первая на ум. Знаешь, как ни странно, приходят на ум истории не какие-то сакральные, знаешь, ах вот то-то. Вот мне сразу вспомнилось, как мы, ребята, хотели поехать куда-то, ну, однокурсники, хотели поехать на какую-то тусовку, тусовку, как сейчас говорят, загородную, пикничок такой. Ну, какие были тогда деньги? У этого рубля, у этого 2 рубля, у этого 80 копеек. Мы, так сказать, скинулись, а есть на что выпить, купить там что-то, винишко какого-то на дорогу. А что пожрать? А пожрать хочется мясо. Так что, мы с Валькой Смирнинским. Мы взяли, установили ловушку, чемодан, в чемодан насыпали зерна. Только не говорят, что голуби есть. Голуби? Голубей ловить, чтобы их в глине и в костре жарить. И вот мы это, мы раз, они слетаются туда, там клюют, мы дергаем, они успевают. И, наконец, мы поймали голубя, мы берем его в комнату, этот голубь по комнате, мы его ловим, взять боимся. Обкакал, обкакал стогу. Ну, напоследок надо, конечно, да? Перья, и улетел. Мы так перекрестились внутренне, что какой там, какой... Мы бы в жизни не смогли его, понимаешь, любить там, да. Так идея рухнула, обошлись плавленными сырками. Но это было, мы были зены, мы были охотники, мы боролись за эту добычу. Сейчас каждое лето в стенах щуки происходит борьба за право учиться в легендарном институте. Конкурс составляет примерно 200 человек на одно место. В 2014 году, к столетию щуки, учебное здание института отреставрировали и вернули ему исторический вид, который так хорошо знаком нашему герою. Я вот когда прихожу к стенам своего института, так, ну, бывает, накатывают какие-то воспоминания, ностальгии, но у меня-то всего ничего прошло, там, несколько, там, может, 10 лет. А что ты заканчиваешь? Институт телевидения радиовещания. Но вот я представляю, сколько у вас эмоций вот вызвало сейчас вот показаться здесь. Или это как-то все такое уже... Ну, понимаешь, я вывел для себя три сентенции в жизни. Что такое счастье, что такое любовь и что такое старение. Я очень жду, когда вы расскажете. Вот, смотри, любовь для меня, это все для меня. У тебя, может быть, это желание постоянно быть вместе. Вот я все время... Вот я бы так хотел, чтобы сейчас моя жена сидела здесь, слушала бы, и я бы на нее еще работал. Я люблю ее, мне хочется, чтобы она была рядом. Передавайте привет от нас. Спасибо, обязательно. А что такое счастье? Счастье для меня, это преддверие счастья, это предчувствие счастья. Вот у меня завтра премьера, вот оно счастье, я волнуюсь. Сейчас, ты вышел на сцену, ты начал работать, это уже другое, это уже работа. Вот, и что такое старение? Почему я сейчас вспомнил про эти свои три сентенции? Сентенции, поскольку ты спросил, застучало ли у меня, заколотилось ли сердце. Ты понимаешь, с возрастом все эмоции, они не уходят, но они притупляются. Владимир Абрамович, возможно, вы правы, но вот то, с каким настроением и эмоцией вы сейчас нам это рассказали, мне кажется, что ничего не притупляется. Притупляется, я актер. А, вот что мне. Я же актер, я же не забыл, что мы снимаем это все. А, я там, я там верю. А потом меня, меня, нет, я не обманываю, актеры это повышенная эмоциональность. Вот мы стоим сейчас, здесь невероятно уютно, тихо. Вот настоящая творческая атмосфера, твори не хочу. Но рядом есть новый Арбат, он шумит, вот мы слышим. Пойдем. История нового Арбата начинается с 1963 года. Именно тогда было решено проложить новую современную магистраль, которая соединила бы центр Москвы с новыми районами в западной части столицы. Правда, при строительстве проектировщики буквально прорубали улицу через старинные купеческие дворы. Именно поэтому у проспекта Калинина, так улица называлась изначально, была плохая репутация среди ценителей городской старины. Свое современное название улица получила только в 1994 году. Ты знаешь, у меня к новому Арбату двойственное такое отношение. Ну, чем он для меня дорог? Тем, что вот в конце, или вернее в начале, в сам роддом Грауэрмана, где я родился. А вообще Новый Арбат строился тогда, когда мы учились в Щукинском училище. Я помню, какие были настроения у нас, у всех, и вообще в Москве очень многих. Убивали старую Москву. Понимаешь, вот собачья площадка, Молчановка, вот эти вот все переулочки со старинными домами. Вот здесь же все было, все, это был кусок истории. Ну, сейчас, конечно, прошли годы, к этому привыкли, без нового Арбата себя москвичи не представляют. Ну да, мое поколение просто не знает ничего, кроме вокруг. Его, нет, его очень облагородили, конечно, с годами. Привели эти бетонные коробки, привели, так сказать, в порядок. Но все равно для меня это не то, что вызывает у меня какой-то отрыв, какие-то сладостные воспоминания. Ну, это часть моего города. Кстати, в 2016 году Новый Арбат прошел комплексную реконструкцию в рамках городской программы «Мой район». После обновления значительно расширилась пешеходная зона, и улица превратилась в комфортный бульвар. Книга Анатолия Дмитриевича Папанова, какой мужик был, роскошный. Да, у него много интересных, замечательных ролей в кино. Бриллиантовая рука, берегись автомобиля. Это такая же история. Дай присядем. Давайте, конечно, немножечко передоходим. Он вообще гений был. Вы ведь с ним работали вместе? В театре сатиры, да. Я сразу после института, я сразу меня взял Плучик себе в театр. А через год, к 50-летию Савянской власти, в 67-м году, Плучик начал ставить интервенцию. Спектакль, это знаменитая пьеса. Из спектакля заняты были Татьяна Ивановна Переца, Менглет, Папанов, Андрюша Миронов, Спартак Мишуля. Ну, весь цвет театра сатиры, и у меня, по существу, главная роль. А Кабачок был уже в эту замену? Кабачок нет. Кабачок 66-го. Да, уже Кабачок начался, да. Это пришел он, наш Пепичик. Я сказал себе, как Гамлет, эх, была не была. Все, что случилось потом, будут помнить и наши потомки. Это было прекрасное время, но там было довольно сложно, понимаешь? Валентин Николаевич Плучик очень ревновал к Кабачку 13 стульев в свой театр, понимаешь? Потому что когда вдруг выходил какой-то там мальчишка, занятый в Кабачке ему зал, хлоп, а выходила народная артистка, которая, так сказать, театральная народная, гордость театра, а ее встречали милой улыбкой, потому что народ очень падкий на такие звездочки, а мы все были звездищами тогда, понимаешь? А это ревность как театрала к телевидению? Да, да, к популярности. В Москве воровство падало на 50%, потребление воды, потребление электричества, потому что люди приникали к телевизору смотреть Кабачок 13 стульев. С какой программой вы бы могли его сравнить, нынешнего современного телевидения? Комедик-клаб? Комедик-клаб, пожалуй. Если неспешным шагом идти от метро Арбатская, то Новый Арбат можно пройти примерно за 20 минут. Далее можно свернуть направо на Новинский бульвар, который приведет к главной улице столицы – Тверской. А там и рукой подать до родового гнезда нашего гостя – Дегтярного переулка. Дегтярный переулок – это классический пример тихого центра, где причудливым образом переплелись офисные постройки 90-х годов 20-го века и роскошные особняки 19-го. Вот с этим домом, старинным, красавцем домом, у меня очень много связано. По существу свои первые шаги в театре, в искусстве, я делал в этом доме пионеров. Вот вход этот – это дом пионеров Свердловского района города Москвы. Жил я вот в следующем доме. Здесь была замечательная студия театральная. Вот я помню, мы здесь ставили, значит, спектакль Тома Сойера «Геккельбери Финн». Я играл Тома Сойера. Я не хотел быть ни пожарным, ни космонавтом, ни доктором, ни токарем. Я хотел быть только артистом. Несмотря на то, что я был шапелявый, я все равно говорил, я хочу быть только артистом, артистом. Я говорил на Владимира Абрамовича эту шпаку. Вот смотрите, эту шпаку. Он тоже шапелявый артист, и я буду шапелявый, но буду артистом. И вот, вот мое детство. Вот мое детство, мои юношеские годы, моя молодость. Вот они прошли здесь. Вот эти два окна моей квартиры. Вот здесь. Она видишь, на каком уровне. Из этого дома нельзя было пройти и не поздороваться со мной. А здесь знакомых было. И вот мы вот здесь вот так люди обходили, потому что я был с той стороны. И здесь разговаривал, разговаривал, разговаривали. В этой квартире у меня были, приходили сюда с своими любимыми девушками. У меня Андрея Миронов и Галь, Валя Гав. Когда были молодые, я жил здесь, и у меня в самой центре была хата. Это так было. Была хата. А я был один, неженатый. И как у меня просили ключик от квартиры. Как это было упоительно, давать счастье своим друзьям, отдавая им ключ. Они заходили сюда, потом выходили отсюда довольные, гордые своими похождениями. За бывшим домом Владимира Абрамовича находится небольшой внутренний дворик, чем-то похожий на знаменитые дворы-колодцы в Санкт-Петербурге. Это вы меня в двор пригласили. Да, да, вот это вот мой двор. Вот здесь вот мы играли. Вот там черный ход этого дома. Вот здесь мы играли. Вот это все проходники, проходные дворы. Это было такое раздолье для того, чтобы в войну играть. Казаки-разбойники. И здесь вот мы после летних каникул приезжали. И это было, я шел. Вот здесь вот жил Гена Кулаков, мой одноклассник. Здоровый такой, с такими руками. Душа такая, сама доброта. Здесь Толик Барабанов, такой хулиганистый такой пацан был. Я говорю, Толик, Генка, ты приедай, выйди, выходи. Что будем делать, сейчас решим. Да, Чапа, вот там на пятом этаже Чапа, Сашка Чепковский. Саша не выйдет, кричала его мама. Саша не выйдет, он наказан. А скиньте мяч. А когда он выйдет, пусть он позвонит. Ой, это было, это было, это было счастье. Вот в этом дворе столько было всего. И самое главное, это эти черные ходы. Вот основной ход, черный ход. Черный ход гадкой, загажен. С переходами, с кирпичами, с окна, с паутины. Так интересно было играть. Вот это черный ход моей квартиры, вот тоже там. Господи, боже мой, сколько здесь прекрасных. Я вижу, что вас переуполняют воспоминания. Господи, как мы шкодили. Пойдем, пойдем. Ленком? Ленком. Пять минут ходьбы от бывшего дома Владимира Долинского. И мы у места его бывшей работы. Театр Ленком на Малой Дмитровке. Когда-то он назывался театром имени Ленинского комсомола. Но в 2019 году ему присвоили имя его легендарного худрука Марка Захарова. У вас так все удобно. Школа рядом, дом, друзья и театр, работа. Вы счастливый человек. Я очень счастливый человек. Ты знаешь, почему я молчу? Ты видишь, какой я, так сказать, многословный. А здесь я молчу, потому что с этим связано, я могу сказать, пожалуй, лучшие годы моей жизни. Их было не так много. Это Ленком, театр имени Марка Анатольевича Захарова, к которому я пришел в 1977 году. Он меня пригласил. Это было святое время. Я просто хочу поклониться театру, поклониться Захарову, поклониться покойному Олегу, Саше Абдулову. Это как много, как много хорошего, доброго было в этих стенах. Ты знаешь, это, пожалуй, конечная точка нашего с собой разговора сегодняшнего. Если когда-нибудь понадобится, еще встретимся, я могу еще много чего рассказать. Владимир Абрамович, ну, пусть это такая немножечко с грустью нота, но я вас благодарю за эту замечательную, интересную прогулку. Спасибо. Ну, а с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся ненадолго, потому что в Москве очень много интересных и захватывающих маршрутов. Главное, чтобы для всех нас они были безопасны. Еще два слова хочу сказать. Я редко хвалю своих партнеров. Мне очень хочется за так, за твою любознательность искреннюю. Ты мне очень помог сегодня. Вы мне как помогли. Спасибо тебе большое. Спасибо вам огромное. Всего доброго. До свидания. До встречи. Сегодня мы гуляли по Москве с талантливым актером Владимиром Долинским. Начали со Старого Арбата, где в далекие советские годы готовили самый вкусный шашлык. Придались ностальгии у Театрального института имени Щукина. Оценили благоустройство Нового Арбата, прошлись по тихому и старинному дегтярному переулку, а окончили путешествие у Театра Ленком Марка Захарова. За четыре часа мы прошли больше четырех километров. Ну а куда мы отправимся дальше, смотрите уже в следующих выпусках «Маршруты Москвы». Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!